Старчество Старчество – особое явление в церкви. Старчество можно назвать высшим уровнем духовничества. Именно в нем проявились благодатные дарования, о которых писал апостол Павел. «Одному дается духом – слово мудрости, другому – слово знания, тем же духом, иному – вера, тем же духом, иному – дары исцелений, тем же духом, иному – чудотворение, иному – пророчество, иному – развлечение духов, послание к коринфянам». Эти духовные дарования не были для древнего монашества чем-то необычайным. Для инока, прошедшего школу подвижничества и умной молитвы, это являлось нормальным свидетельством его духовного возраста. Иноки старцы обладали даром прозорливости, состоящим способности проникать в нравственное состояние другого человека, читать в душах людей. Влияние старчества распространялось далеко за стены монастырей. Старцы духовно окормляли не только иноков, но и мирян. Они исцеляли от душевных и телесных болезней, предостерегали от опасностей, указывали путь жизни, открывали волю Божию. Несмотря на уничтожение при богоборческой власти большинства монастырей, закрытие храмов, русское старчество сохранилось. Прошедший век оставил в истории Русской Церкви великих преподобных старцев. Кукшу Одесского, Серафима Вырицкого, Севастьяна Карагандинского, Феодосия Кавказского, Лаврентия Черниговского, Глинских старцев Андроника и Серафима, Белгородских старцев Геннадия и Серафима, старцев Псково-Печерских и Валаамских. Несмотря на замалчивание и даже на преследование, слава об этих старцах шла по всей России. Многие из них прошли круги ада в сталинских лагерях, но не утратили любви, сумели сохранить ее в своем сердце и к друзьям, и к врагам. Со всех концов страны стекались к старцам страждущие, жаждущие утешения, совета и молитвы. Подлинный старец, прежде всего благодаря высокой духовности, бережно относится к каждому конкретному человеку. В силу своей опытности и благодатного дара он раскрывает образ Божий в человеке теми средствами, которые созвучны его духовному устроению и возрасту. Слава Богу, такие старцы были, есть и будут в русской церкви. Но последние годы в некоторых общинах и монастырях появились, как назвал их святейшкий патриарх Алексий II, младостарцы, которые, не обладая духовным рассуждением, налагают на воцерковляющихся неудобоносимые бремена. Евангелие от Луки. Используют в своей пастырской деятельности штампы, губительные для духовной жизни. Необоснованно применяют к мирянам, по большей части духовно еще не окрепшим, формы духовного руководства, уместные только в монашестве. Еще неопытные в духовной жизни ищущие руководство у таких старцев, попадают в нездоровую зависимость, что порождает искаженные формы отношений духовного отца и духовного чада. Источник. Как найти духовника? Тема священства и духовничества, раскрывающая отношения с духовным отцом. По благословению Преосвященного Симона, епископа Мурманского и Мончегорского.